Сотрясается от арт-обстрелов и Дебальцева. Это стратегическая точка, ведь если боевики захватят город, образуется так называемый котел, и украинские подразделения от Редка Дуба до Углегорска окажутся в окружении. Возле Дебальцева побывала сегодня Юлия Плесенко. Весь так называемый дебальцевский плацдарм под огнем боевиков. В ход идет ствольная артиллерия, грады и даже система ураган. Последние три дня тут стало очень-очень горячо, практически не прекращается обстрел артиллерии, плюс танки постоянно им помогают. Наши ребята стоят, нормально отрабатывают все эпизоды. Они хотят нас взять в кольцо, наверное, скорее всего, ну и как бы выбить с позиции. Боевики бьют без разбору по позициям украинских армейцев и по городам с мирными жителями. Дебальцева, Никишина, Редкодуб, Ольховатка. В принципе, все есть под обстрелом, но мы пока стоим. Чем обстрелили? Грады, ствольная артиллерия. По Чернухину бил ураган. По Чернухину, знаю, есть два двухсотых было. Сегодня твоя обстрелка? Только что. Есть погибший в самом Дебальцево. После вчерашнего обстрела погибли мужчина и женщина. Жертв на одном из блокпостов удалось избежать чудом. Снаряды прилетели в 7 утра. Гражданских машин здесь не было. А военные успели добежать до укрытия. Бойцы рассматривают последствия обстрела и остатки ракет. Накрыла полностью весь блокпост. Ну сколько? Шесть упало? Где? Шесть упало возле стелы. С ценниками шесть. Две упало у нас. Одна в блиндаж попала, одна рядом. Одна возле нас и там одна походу дальше. Да, да. В общем, крест вчера накрыли хорошо. Военные говорят, судя по всему, вчера их накрыли системой залпового огня «Ураган». Тут, походу, она разорвалась над ним. Он просекло полностью. И срывной волной это все вырвал. Во время осмотра снова звуки стрельбы. Мы уже более-менее... Ну вот это так. На этот раз грады легли где-то далеко. Отсюда до территории подконтрольных боевикам несколько десятков километров. Такого мощного обстрела тут еще не было.